Этот ангел не улыбался пророку, алейхиссаляту вассалям. Это случилось во время известного события Мирадж, чудесного вознесения пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, на небеса и беседе его со Всевышним. Тогда на каждом из семи небес посланника Божьего, саллиллаху, алейхиссалям, встречали другие пророки, а также ангелы миром всем. Ибн Исхак пишет, «Мне об этом поведали обладатели знаний, которые, в свою очередь, услышали от пророка, саллиллаху, алейхиссалям, следующее». Далее приводится рассказ самого посланника Господа, алейхиссаляту вассалям. «Когда я вступил на первые небеса, меня встретили ангелы. Все они улыбались мне, тепло приветствовали и читали мольбу за меня. И так продолжалось до тех пор, пока я не встретился с Маликом. Этот ангел выполняет функции главного стража ада. Он тоже поприветствовал меня. И, как и остальные ангелы, обратился Богу с мольбой за меня, однако он не улыбнулся. Я не увидел на его лице ту радость и улыбку, что видел у остальных ангелов. И тогда я спросил Джибрилла мирому, «О, Джибриль, кто этот ангел, который приветствовал меня, как и остальные, но не улыбнулся мне? И на лице которого я не увидел радость и улыбку, которую видел у остальных». На что архангел ответил, «Если бы он смеялся кому-либо до тебя, или же был бы смеющимся кому-либо после тебя, тогда он улыбался бы тебе в первую очередь. Однако он никогда не улыбается и является смотрителем ада. Я спросил Джибрилла мирому, «Не прикажешь ли ты ему показать мне преисподнюю?» На что архангел ответил, «Да, конечно», и обратился к Малику, «О, Малик, покажи Мухаммаду, алейхиссаляту ассалям, огонь ада». Ангел Малик убрал завесы, то есть преграды с ада. И он кипел, и стал подниматься, и я подумал, что увиденное нами вот-вот обхватит все вокруг. Я повелел Джибриллю, «О, Джибрилль, скажи ему, чтобы он вернул его на прежнее место». После того, как он повелел Малику вернуть занавес, тот сказал огню, «Скройся», и огонь вернулся на прежнее место. Затем Малик накрыл огонь ада занавесью, преградой. Источник книга Ассира Аннабауя